Добрый день! Меня зовут Елена Нехорошева. Это цикл лекций «Психолог в городе». Здесь мы говорим о том, как мегаполис влияет на наши чувства и эмоции. Сегодня мы поговорим про одиночество. Одиночество — это глобальная проблема. Сегодня в интернете вы найдете множество статей с заголовками. Полмиллиона японцев страдает от одиночества. В Великобритании учреждена должность министра по проблеме одиночества. На эту тему пишут и ученые, и журналисты. Эту тему приносят клиенты на консультацию к психологу. Что вообще такое одиночество? С точки зрения психологии, одиночество — это переживание отсутствия или бедности отношений. Можно посмотреть на это так. Представим себе человека, который стоит на двух ногах. Пусть одна нога будет символом отношений с миром, с физическим пространством, с людьми, с природой, с обстоятельствами. А вторая нога — символом отношений с самим собой, со своими ценностями, с чувствами, со всем тем, что создает его аутентично, сделает уникальным и неповторимым. Представили? А вот теперь представьте, что он стоит на одной ноге или вообще без ног. А что значит находиться в отношениях? Отношения — это важная часть нашей жизни. В отношениях возникает связь, резонанс. А резонанс — это всегда про чувства. В отношениях мы чувствуем осознанную связь, причем как с миром, так и с самим собой. А вот когда мы одиноки, мы чувствуем горечь, тоску, пустоту, скуку, потерянность, душевную боль и апатию, беспокойство. В такие моменты горло и грудь как будто сжимаются. И как мы обычно пытаемся справиться с одиночеством? Ну, например, при помощи развлечений. То есть, по сути, мы пытаемся убежать от самих себя. К сожалению, многие из нас не умеют устанавливать отношения с самим собой. Нас этому не учат. И из-за этого мы относимся потребительски и к себе, и к другим. Но ведь иногда хочется побыть одному. Тут важно не путать уединение с одиночеством. Вот смотрите. Если человек в хороших отношениях с собой, если он себя принимает, если он открыт к своим чувствам, если он понимает, что для него важно и знает, как это реализовать, если у него хорошие и теплые отношения с окружением, например, с семьей, тогда да, такой человек может быть один, когда ему хочется. И это называется уединение. Уединение – это про уделение времени себе. Здесь нет желания сбежать. Во время уединения я разговариваю с собой, как с лучшим другом. Я могу спросить себя, как я себя чувствую, если у меня силы, что мне сейчас нужно. А вот когда человек хочет сбежать ото всех, уйти из повседневности – это уже другое. Так что, если вы хотите справиться с одиночеством, учитесь быть собой. В уединении отношения с собой только укрепляются. Звучит парадоксально, но это так. Уделяйте время себе своим чувствам, своим границам, принимайте их серьез и признавайте свою ценность. В целом, для выстраивания любых отношений с собой, с людьми, с городом, важны четыре условия. Первое – это доверие. Это хорошее защищенное пространство, если мы говорим про город, например. Мы должны быть уверены, что нам ничего не угрожает. Второе – нам важно чувствовать, что нам хорошо друг с другом, что у нас много общего, что мы желаем друг другу добра. Третье – нам важно видеть другого таким, какой он есть, и самим быть теми, кем мы являемся. И, наконец, четвертое – нам важно иметь общие перспективы. Это создает связь. Кто страдает от одиночества чаще? Есть несколько уязвимых групп. Вот как, например, вы себе представляете образ одинокого человека? Скорее всего, вы видите образ бабушки на лавочке или образ одинокого дедушки в копарке. В общем, скорее всего, вам приходят в голову кадры из социальной рекламы «Позвоните родителям». Это не случайно. Дело в том, что пожилые – это одна из самых уязвимых групп. Ведь с выходом на пенсию они резко перестают быть активными. Общение становится меньше, социальная изоляция усиливается. Плюс пожилым людям сложно найти свое место в городе. Да, есть такие проекты, как «Московское долголетие», но их не так много. Ведь что мы видим? Города и пригороды предназначены в основном для молодых взрослых. Большинство пространств адаптированы под них. Большинство событий тоже проводятся для них. Причем речь идет конкретно про молодых взрослых, а не в целом про молодых. То есть подростки под эту категорию не попадают. Вспомните, как их отовсюду выгоняют. Например, сколько в последнее время было скандалов из-за скейт-парков у жилых домов. К сожалению, специальных пространств для подростков сегодня практически нет. Подростков считают шумными, колючими, потенциально угрожающими. Вот почему они, как неприкаянные, осваивают фудкорты. Безумно жаль, что так происходит. Выходит, что они испытывают ту же социальную изоляцию, что и пожилые? Верно. Более того, подростки в принципе часто чувствуют себя одинокими, что только усугубляет ситуацию, потому что они не умеют останавливать и проживать отношения. Взрослые их этому просто не учат. К ним относятся все те, кто переживает сложные периоды в жизни. Потерю близкого, насилие, буллинг, послеродовую депрессию, а также те, кто страдает тревожными расстройствами, депрессией или имеет психические заболевания. Человек, который переживает страдания, страх или бессилие перед жизнью отброшен к себе. В такие моменты он как бы оказывается в изоляции, он одинок в своем страдании. Вспомните, разве мы вступаем в отношения с другими, когда нам страшно или во время переживания утраты близкого человека. По непонятной мне причине, про эту группу почти не говорят. Но ведь это очень серьезная тема. Одиночество является одним из факторов суицидального поведения. Суицидальное поведение коморбидно многим психическим расстройствам, то есть оно часто протекает параллельно. Причем непонятно, что первично. Мы не знаем, с чем имеем дело. Действительно ли с эпидемией одиночества или с ростом количества психологических проблем, влекущих переживания одиночества? К сожалению, справиться со своей жизнью удается не всем. Первый пик суицидов приходится на ранний юношеский возраст, второй пик после сорока лет и третий на пожилой возраст. Вот почему важно выстраивать инфраструктуру помощи и поддержки под эти группы. К счастью, работу в этом направлении уже ведет в системы здравоохранения, социальные проекты. Итак, подытожим. Главными причинами одиночества являются незрелость, кризис и ментальные расстройства. Но это вовсе не означает, что другие люди не могут испытывать этого чувства. Более того, одиночество могут испытывать даже условно-благополучные, условно-здоровые городские жители. Например, недавно в журнале Nature опубликовали результаты исследования одиночества в различных условиях социальной среды и качества природной среды. Так вот выяснилось, что одиночество может носить ситуативный характер, то есть наше состояние может меняться даже в течение одного дня. В следующем видео мы поговорим о том, как город, его пространство и социальная жизнь способствует или препятствует возникновению чувства одиночества.